ну что же друзья наступил вечер мы находимся в центре нашей культурной столицы украины это город львов смотрите мы специально дождались когда сядет солнце и когда включится вот эти огоньки вот это за мной я надеюсь на gopro что-то видно это оперный театр вот и вот напротив оперного театра такая длинная длинная широкая улица по центру парк который облагородили и даже мы сегодня видели утречком с макдака что в парке есть фонтаны прямо в земле фонтаны это очень красиво вечером правда их выключили но зато включили огоньки и мы санны выбрались кстати есть велодорожки только что чуть нас тоже не сбил никто на велодорожке можно вокруг этого же оперного театра катить и мы выбрались немножечко пройтись посмотреть на центр хотя нам конечно не супер жарко капюшон уже облачилась натянула на себя полностью последние частички тепла сохраняет вокруг вот и такое внезапно странный звук издала 1 все мы попали туда уже где ходит в основном пешая зона смотрим здесь принципе все такой теплый желтый свет от фонарей прикольно за этой атмосферой мы в львов и ехали сегодня мы где думаю что в прошлой серии скорее всего смотрели как мы посетили а что мы же спасибо что же мы посетили новые кафешки в которой мы еще ни разу не ходили открыли для себя что-то новое это был кафешка иерусалим открыли что-то новое это было кафешка под липой кривой или старая липа покореженная липа короче во дворе там есть такое дерево такое вот и скушали в хлебном горшочке вот это вот их не варево под названием борщ сейчас мы попали возле нашего отеля как она отель бордель не знаю как это называется камора шкаф вот эти мечта до японца китайца нас очень маленькая маленький номер это был эксперимент я доверил выбор в этот раз они явно выбрала очень компактный номер стоимостью 300 гривен всего лишь прямо в самом центре зато со всеми удобствами внутри но без окна а перевыбирать у нас уже номер пока что сила еще нет да не очень нас конечно вот короче если хотите на дешевый садит можно 300 гривен вообще вы видели стоят 100 гривен даже можно снять жилье есть горячая вода свет и можно заряжаться что нужно еще для сна ничего больше она довольно что что не на улице что не оказалось хуже вот единственно там нюанс нам недавно позвонили искали это ребята вы пришли приехали к нам были нет мы сказали давно уже деньги заплатили они такие ну и мы этого не знаю сейчас нам сказать что мы за два дня заплатили короче пока непонятно заплатили мы или нет хотя мы вроде заплатили и вот смотрите тот самый яркий свет давайте туда в ту сторону пройдем классе украинки в улице как хорошо подметил анна у анны глаз алмаз хвост трубой что еще хвост пистолетом и трубой значит еще тоже может быть ну и что мы идем вот соски в тиски тоже да можно что-нибудь еще прибавить что еще можно вот такая кафе непонятно вот так что мы в самом центре просто смотрим на самой яркой освещенной улице чтобы что было видно еще в камере и исследуем с вами вечерний ночной львов я думаю что она ближе к ночном потому что же 20 только 22 23 часа непонятно сколько достаточно уже темно работают всякие кафешки как обычно наливайте санаторий ластивка или ластивка не знаю как же парень ластивка и ластивка на стивка наверное ловите здесь кофешоп какой-то рассказать анна как вам сегодня день во львове замечательно что еще какие мы знаем эти слова прекрасно это просто удивительный самый лучший в моей жизни так она как обычно в восторге что собака создать есть собака приняла динамику а как же самая маленькая площадь а но будем крадить ходить кругами он собака знает куда завод увидел другую собаку все это уже сюжет вот так вот молодежь отдыхает вот только мы отошли от улицы друкарская то сразу ничего не не происходит в рбр я не смогу есть но я уже с этой такой присыты да она хочет в рбр не что ты хочешь купить ребра потом их есть потом где-то с ним лучше не жирный потом против он где-то ну как бы была голодная может один что единица да тоже не могла просто есть поэтому и ничего не делается и сельдую и все чем-то кормился женщина салатом сельдью и хумус селятина и жареная надо покинул вот она захотела этот почему-то она захотела ребра свины это такая тяжелая еда на самом деле жирная на ночь как же пожелудочная она что-то сказать по этому поводу так может быть надо сделать паузу разгрузочный вечер пойдем искать уютное место и включим такой закоулок непонятный красное пиво ну и все ну а дальше атмосфера вот такой закуток а мы знаете идем на свет просто там поярче туда сходили ребята отдыхают тоже вот собор светится даже леса и все она светится а знаете почему потому что вдруг вы приехали только ночью только на час и как же вы не увидите достопримечательность может быть единственная жизнь не подсвечивают во многих городах вот еще какая-то улица что тут у нас такое написано казанова написано может быть это он сам собственной персоной на пороге стоит зазывает в общем-то в кафешках в основном молодежь кутит так сказать это площадь рынок аптека музей тоже вот это ратуши вот смотрите начинаю ратуши на площади рынок подсвечивается очень знатно очень хорошо но идем туда туда там нет там часовне боемов нам не надо вот там находится как раз то что нам надо да и в общем то на площади рынок как раз вот яркие фонари такие смотрите вот прям под ними как днем практически находиться можно львов в центре освещен принципе очень хорошо а людей здесь очень много если брать одесскую дерибасовскую например сравнение там люди находятся только в двух трех кварталах максим а львов он такой получается бесконечно дерибасовская спасибо красиво хорошо конечно но на улице она она боже скорее всего не заседал потому что только с горячительными напитками разве что сейчас что прохладно и нужно одеваться тепло и нужно одеваться тепло вот это мы вышли к этой копальни кофе на такой чудесный угол он там пьяная вишня все эти ключевые места такой один из ключевых развязок перед ратушей именно эту сторону вот эти домики наискосок который на котором мы сейчас смотрим именно изображает их на магнитиках именно вот эту стену в том числе и и когда смотрите эти магнитики то знаете что это одна из таких стеночек где узенькие такие домики окном налево вот прямо и может быть и налево смотрите как светло тыквы мы уже здесь проходили заходили но вечером все смотрится по-другому а кальян мы решили не курить потому что кальян из нас долго выпает она тоже не хочет кальян курить фонарики такие здоровенные здоровенные фонари и в них вот это вот свет как будто такой желтый большой жирный светлячок по центру кого-то висящий огненный шарик очень так интересно смотрится то них побольше бы таких фонарей здесь они желтые на этой стене она тоже такие мертвого бледные некрасивые фонари мне вот не нравится например на этой стене здесь как будто бы все это развеивается становится сразу прохладнее свет что же у нас тут а здесь у нас ты самара барни вид арсеналом можно садиться и на улице если мы хотим и внутри замечательный добрый вечер с собой мы хотим вас собою завтра оказалось что все уже подошло к концу оказывается ребята работают не так уж до поздна и сегодня нашу желудочную поджелудочную поберегли так что мы двигаемся обратно но мое счастье а завтра же конечно сделаем по ней серьезно поджелудочно а он видите прямо такой пик сверху подсвечивается это башня судя по всему на этой возле высокая где-то зам скорее всего о чудо выделяк чего-то чудо а ведь обратно она едет обратно не может быть не может быть вот так развлекаемся во львове вечером она что же будет дальше она на все уже она ну что ты что ты про барни с собой она не захотел ну что придется тогда двигаться обратно там где много людей где опять на более яркий свет много еды она что-то хочет поглотить судя по всему жирные за так понимаю если она хотела ребра а там ребра вот и рыбарня они понимаете ли такие там много костей и вот и между костями жир с мясом это все ну иногда там прожилки конечно места попадаются вот но в основном как бы это вот такое вот развлечение чисто повыколупывать остатки мяса прикольно прожаренным жирком с костей это мы возвращаемся видимо в площади ну красиво же вот снова эти фонари вот здесь прямо за счет ваша не желтый вот сразу приятнее атмосфера там дальше проходили квартал где они были белесые были такие свет был более холодный там уже не прикольно вот идешь как будто бы хотя мы шли уже в одну сторону идешь в другую уже все по-другому смотрится вот приятно конечно такой себе ночной город взяли мы с собой побродить тыквы кальян ну и чё и прям пойдем можем налево пойти или налево ночью фотографии ночью может не будем матчу фотографироваться что на что но что-то все-то смеешь что маску одел на себя не гемпшир а там музыка кстати посудите льется песня на просторе там где больше большая толпа на суда да куда же ты меня направляешься курьеры голову мчатся по брусчатки тарахтят везут еду кому-то вот она близится к толпе толпам манит или манит вот красота смотрите какая тесто вода она опасается самого страшного того о котором нельзя говорить что ими нельзя называть конечно конечно же но чик-чирик да ну как вы понимаете в толпе один в масочке 2000 без вода может когда ездим даже вот в такси нам уже таксисты говорят что уже прикалываются стекла еще это мы носим это мы ходим вокруг ратуши да странная инсталляция маразово но она во всяком случае яркая машинка дикая однодерная машинка нам какая-то для инвалидов скорее всего людей с ограниченными возможностями вот здесь смотрите прямо в ратуши пьер на первом этаже сдали вот это самое под какой-то кафе ресторацию наверху штуки заведения наверно ну блин там нужно будет кушать что-то я не хочу ничего кушать они нас будут класса смотреть если мы не будем ничего кушать и будем что-то копить я такой сытый пересытый мне тяжело сейчас соблазнить на что-то такое основательное но в том бы кафешку я сходил потому что мы видим всегда вот тот свет когда на ратуши забираемся там сверху на крыше что-то нарисовано да она вот такая у нас ночная серия вот смотрите мы проходим знаете что часовню боемов вот она слева по левой нашей стороне у него мы еще ни разу в жизни не попадали там как-то строго по договоренности что готов наверняка смотреть нечего мы подумали может быть сюда стоит под ивой же его или что это вообще забор улики такие непонятные где дерево в катке такое видите это все деревья из катки и всего может и не было никогда в одном в одной кафешке молодежи полно а в другой а в другой вообще никого в основном все с бокалом вина стят и курят каверня свет кавы пока что идем туда к этим или нет или не пойдем под его кто заворачивается а вот эта хрень его интересно кстати навес такой вообще титанический да как-то он компактно собирается может а летом он разворачивается как сегодня за стульчик из поставили ну вот темки после карантину понятно ну что же такое мы только хотели уже было присесть нам здесь понравилось а ты с прикольным освещением видите сзади кафешка хотели посидеть попить кофе а не захотелось я буду но кофе нормально легенькая такое правда спать на не будем ну и что то побродим еще поджигаем калории что тут у нас за углом опять там свет горит видите как интересно улицы освещены не только за счет фонарей на за счет кафешек вот такая себе атмосфера вот я кстати нравится в этом месте на скамеечках вот сидеть здесь такая мелкая мелкая плиточка не знаю видно ли вам или нет он такая мелкая при мелкой идеально отшлифованная такой вся драконий чешуей и тут есть dragon walk тоже это лапша делавших хочет вон что там есть вот в картонной штучки и лапша кого удон я лычуна ты съешь пойдемте возьмем вот такую штуку мы решили заказать для анны пахнет в принципе вкусно оказалось что после 11 часов вечера в заведении находиться запрещено соответственно мы сидим на скамеечке и ожидаем рис и какао для анны вот так они захотелось перекусить если тоже взял какао и буду кушать пить какао вот а еще можно было бы взять компот его кушать но его нет поэтому пить каком посмотрим хорошая ли здесь какао вышло все на 141 гривну сейчас посмотрим что заказала анна и вкусное ли это такая себе street food получится у нас тоже вовнутрь нас не запустили а столиков у них нет свободы в общем в итоге мы посидели в центре возле вот этой вот какой-то там dragon walk аня покушала рис в принципе такой немножко остренький я попил какао и мы по-моему даже это не записали потому что была такая замечательная атмосфера и так вкусно и сейчас мы возвращаемся в нашу что там закрыт там свет горит на все это нужно перейти нам хотелось бы конечно попасть кафе или в магазин может есть такая тема технический перерыв люди может ждут что-то проникнуть ну а сколько минут пять может подождем а а чё но где мы воду возьмем а мне может быть вот хочется смотрела там ну вот газированную воду с бульбашками мне кажется что сейчас все попадут в магазин в этот ну и но все там так упорно стоят идем постоим посмотрим ну а мы будем за газировкой стоять может там практически одной ногой но кис какую воду у меня туда сильно так захотелось я не уверен что потом написано у них на техничных перерыва а во сколько откроют еще пару минут ну что мы таки нагулялись и возвращаемся в нашу нарнию отель цизар опаньки вот открыто и собственно наш номер один не оплачено но мы туда утром проснемся платим окей залетаю в нашу нарнию а ведь и все мы в нарнии тара тара там ну всем спасибо что посмотрели этот день этот вечер вернее вечера во львове подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх и увидимся с вами в новой серии из жизни во львове всем пока пока давай раскрасить серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен ярких красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все